но я против солнца так опоздала представляете второй раз в жизни опоздала проспала вернее проспала короче ну ладно об этом потом приветушки мои хорошие все огромное пламя итальянский чай мы сейчас едем как я вам говорил в городскую больницу на прием к неврологу так что посмотрим что мне скажут как прошло лечение но есть конечно еще кое-какие эти самые блокирования но посмотрим что они там скажут что сделают может быть я надеюсь дадут другие таблетки не такие сильные как я сейчас принимаю полное смысле слова колеса очень проспала это все из-за обмене времени ну ладно поехали смотрите какая у нас сегодня снова солнечная погода какие-то там разводы есть на небе но сегодня передавали еще солнце и сегодня кстати будет самый жаркий день и из последних где-то до плюс 17 но если сказать говорят плюс 17 значит будет до 20 градусов это я уже точно знаю мы уже практически подъехали вот там вот в той стороне вот там вот там вот там видите шарики если видно надувные там возле у входа в больницу продают шарики надувные мы сейчас на парковку едем наставить машину и на пешочком немножко пройдемся здесь тоже справа большая клиника здесь прививки делают тоже всякие анализы сейчас возле этой клиники тут самая дешевая парковка так мы что только что заплатили за этот прием сейчас и пойдем попьем ков кофе немножко смотреть я даже не видела что там на балкончик есть эти статуи всяких наверно медицинских творцов на втором этаже снова этот дворик мы сейчас выйдем в город из этой клиники пойдем в парк у нас время еще целый час до приема до визита утренний город все куда-то идут куда-то спешат куда-то едут там ремонт и сделают в церкви а там памятники кару а мы еще гуляем до приема так мы уже возвращаемся снова в клинику как красиво я хочу поближе подойти почитать марианна бромбила кастеллация женщина там мужчина а до тори до тори си до тори она не точно все медики вот эти вот видите там много их наверное стар а ну конечно тысячи тысячи восемьсот семьдесят третий год с этой апреля морда умер или от по чем-то сосанта сэй да это старая наша больница 9 этот директор был арет тори и тори он был ректор медицинского нашего университета нам он и сколько тут много и стены какие старые это все старая часть больницы залоги все научиться старой части больницы это церковь при больнице и кстати вот буквально на днях я читала такую информацию что наше больнице в нашем городе считается одной из самых лучших по всей италии одной из лучших я не знаю сколько их там она действительно большая вот там кстати скорее всего в том здании котишка родила там вроде бы как рудом педиатрия для детек маленьких я иду в это здание вот на третьем этаже там микролока мы идем на первом на первый этаж там не ровно неврология на третьем это же не эндокринология на первом тоже неврология так как раз в этом же здании мы ждем когда нас вызовут я зашла ручки носит попутрить такой туалетик и зеркало вешалки там пошли в коридор ожидания так ну вот мы уже дома и уже пообедали муж только пообедал и даже не дождавшись меня я еще даже нет не не закончила есть он убежал наверх отдыхать потому что ему сегодня пришлось взять отгул чтобы пойти со мной на прием к неврологу а так как его вызвали срочная работа там надо было кое-что отремонтировать что-то у них не работало он сегодня аж 4 30 утра поехал представляете так рано и вот сейчас мотались по городу по этим клипы этой клинике и там два часа два с половиной часа мотались мы там и короче он так устал что пошел отдыхать так а как же мы все-таки съездили в общем попали мы к неврологу даже самая женщина что меня принимала первые два раза уже в мир в неврологии уже в самом отделении неврологии не поликлиники в отделении она же была только другие медсестры были это же врач была очень все поговорили и она мне дала все-таки дать она мне выписала другие таблетки более легкие потому что эти для меня действительно тяжелые таблетки были они сильно влияли на мой организм на мое настроение и все такое на мое самочувствие я и сказала все как есть она мне дала другие таблетки в общем какой-то специальный график доз как их принимать но я так ничего не понял уже муж когда проснется отдохнет мы будем разбираться как их начать принимать как их закачать и она еще сказала вести дневник когда у меня будут происходить эти блокирования в какой день во сколько и сколько время именно эти блокирования проходят сколько и сколько минут там от скольки до скольки очень все такое вести и общем другу следующий визит она мне назначила через шесть месяцев это по моему в октябре она не сказала конец сентября октября вот так примерно вот а за это время я должна принимать другое лечение и записывать дневник вести блин представляете проспала сегодня утром проспали но я второй раз в жизни действительно проспала я помню первый раз жизни проспала не услышала будильник когда я жила одна когда я была молодая более-менее намного же намного моложе я работала на одном большом заводе химическом в три смены и на первую смену мне надо было вставать в рано утром не сильно рано на пол седьмого в общем там к восьми работа началась восьми но я дело в том что будильник не услышала или он не зазвенел или не услышала и если кто не знает что я глухая на одно ухо у меня право ухо практически не слышит вот поэтому я когда с кем-то гуляю я всегда хожу с правой стороны потому что если я хожу с ли с левой стороны от человека то я его практически не слышу я сюда поэтому хожу справа чтобы слева мне лучше было слышать человека я люблю спать на левом боку получается на этом ухе которая слышит и может быть из-за того что время не поменяли вернее за того что время поменяли я скорее всего не услышала этот будильник потому что все-таки у меня наверное внутренний будильник именно я знаю сама когда просыпаться вот я вам говорила вчера когда поменяли время я поменя попутала время попутала я проснулась восемь еще уже восемь я переспала может нет к это всем а сегодня утром я проснулась без будильника сама посмотрела на время смотрю светло посмотрела на время смотрю без 28 еще так радостно о я уже раньше проснулась а потом подожди так сегодня же не воскресенье понедельник рабочий день в школу без 28 или 720 я не помню сколько было но вообще дело в том что никиту я никак бы не успела отвезти в школу даже на машине пока он встанет пока позавтракать пока соберется короче я это самое получилось так что быстро собирались у него попова начала болеть я короче плюнула ладно фиг с той школой проверили какие-то уроки нет нет ни к ней значит нет таких вот именно крупных заданий там никакой контроля не будет ничего если на по истории они должны были сегодня начинать новую тему вот но он я его оставила дома он сам дома читал в книге эту новую тему я видел он сам читал короче оставила его сегодня думаю вот и в общем просто а они я не устрашивала с ну continues вот хотя он звенел потому что у меня на потому что у меня на телефоне было показано что будильник звенел и он должен перезвонить потом он это я не слышала а никита слышал свой телефон он мне сказал будильник на телефоне но он ждет что я не прихожу corto uki так обычно ждет правильного прихода чтобы понималобъем что подростков очень тяжело понять я Я по себе знаю, что я такая же была. А он, надо его, короче, это, как солдат, готовить всё-таки, чтобы он сам вставал по будильнику. То вдруг я опять не услышу будильника, не проснусь, и что, теперь в школу не идти, что ли? В общем, проспала второй раз в жизни. Я проспала, как говорится, именно то, что-то. Первый раз, вот помним, вот когда опоздала на работу, получается, не услышала будильник, я быстро, даже без завтрака, или там кое-что кинула в рот, быстро оделась, даже не накрашенная, побежала, села на троллейбус, доехала до своего завода. Не помню, как я через проходную прошла. Наверное, я там обманула, кое-что типа я провожала на вокзале кого-то, ну, там, мастер, начальник знает. Пошла в раздевалку, переоделась, только я пришла в цех, и мой мастер, ну, увидел меня, и первое, что одно слово только сказал, проспала, и я так честно, проспала. Он, ну, ничего страшного, проходи, потому что я-то не заядлая прогулщица, не заядлая такая, как бы, которая постоянно просыпает, потому что это первый раз со мной случилось, и он даже, как видит, что со мной что-то случилось, или что это самое, действительно, что не моя вина, я ж не заядлая, как говорится. И, в общем, он меня там простил, ведь, иди, всё в порядке. И вы сейчас второй раз, представляете? Это всё виновата время, вот то, чтобы поменяли время. Если бы не меняли время, то, как говорится, мой организм, это так продолжал бы сам просыпаться, как по будильнику, и всё. А так поменяли время, это вот этот Евросоюз всё никак не может решить. Они же, я же говорила, они решали, я давно, где-то полгода назад видела, читала в новостях, что Евросоюз решает отменить переход на зимнее или на летнее время. Всё, наверное, чего-то ждут, чего-то согласие. Что, согласие Америки, что ли, опять же, блин? Короче, я не знаю. Так они ещё, видать, не решили, вот опять поменяли время. Но я надеюсь, что осенью уже не будет менять время, что уже действительно... Вот насколько я здоровая, да, в кавычках, кобылица, и то вот по мне чувствуется вот эта перемена времени. Не поспала, блин. Ну, ладненько, вот так вот мы сходили к эндокринологу. О, к эндокринологу, вспомнила. Так сходили к неврологу, вот моя папочка. Видите, даже написано там, невролог, это неврологическая папочка. Хорошо, что я взяла с собой анализы эхоэнцефалограммы, потому что компьютерная томография у меня ничего не показала, всё в норме, всё в норме, когда я делала компьютерную томографию. А вот на эндокринолограмме они там что-то увидели, какие-то неполадки. И вот она, хорошо, что я принесла сегодня с собой эти анализы, она ещё раз всё просмотрела хорошенько. Там вообще другой доктор, видать, стажёр, молодой такой, симпатышкий. И он тоже там что смотрел, и они хорошо просмотрели, и она там что-то там думала, мудрила, мудрила. Короче, посмотрим, что мне даст новое лечение. И уже, как говорится, в октябре следующий визит к неврологу. Ну, уже, слава богу, у меня уже значительные облегчения, улучшения. Так что всё будет хорошо. Чего я вам всем желаю. Я уже переоделась и села за компьютер отдохнуть немножко, ответить на вопросы, на комментарии. И увидела, что есть новое видео от Милы, которая живёт в Каннах. Мила, привет, если ты меня смотришь. Только открыла её видео и вспомнила. Мне же сегодня сон снился, мне же сегодня Мила приснилась. Именно в то время, когда я проспала в будильник, когда я не слышала в будильник, вот прямо перед тем, как проснуться, мне такой сон реальный прямо снился, будто бы я поехала в гости снова в Канны и снова к Миле попала домой. Ну вот, и снилась Мила, снился её муж, снились её дети. Вот Леночка снилась. И, короче, мне снилось, что я поехала не только сама вот сами, я поехала ещё с моей племянницей Янулька-Роднулька. И мне приснилось, как будто это в реале, действительно. А мы, кстати, недавно с мужем думали, куда бы на лето поехать, потому что хорошо было бы куда-то съездить, где хорошо именно. А я мужу говорила, что мне в Каннах сильно понравилось, и как гостиница понравилась, где мы были, город понравился, море вообще обалденно, воздух, люди, вообще всё мне понравилось. И муж говорил, что, может быть, летом поедем туда на несколько дней, ну хотя бы на 2-3 ночи поедем в ту гостиницу, именно где мы были. Вот, и тут я подумала, вот вспомнила за этот сон, мне приснилось, будто мы там были в Каннах с моей племяшкой Роднулькой, Янулькой. Я так подумала, это же хорошая идея. Спасибо сну, это неплохая идея, если мы поедем, позвать их с собой, мою племянницу с её мужем. Я точно знаю, что Янульке понравится там, в Каннах действительно ей понравится, тем более такой город, она ещё там не была. Вот посетить, тем более нам за компанию будет вообще суперски поехать все вместе, будет классно. Посмотрю, если Катюшкина, Катюшкина, подружкина сможет с маленьким ребёнком, чтобы и они ещё поехали снова, потому что ей тоже понравилась, я знаю гостиница, она ещё говорила, вот поехать со всей семьёй, с детками, там деткам в той гостинице вообще раздолье. И, короче, в общем, понравилось, и ей понравилось, и мне понравилось. Так что, если с компанией поехать, так это вообще так суперски будет, я так думаю. В общем, хорошая идея, хорошо, что у меня такой сон приснился, ну классно. Ладик, муж до сих пор спит, когда он проснётся, мы, скорее всего, пойдём к нашему доктору. О, хорошо, что мы вдвоём пойдём. Я не люблю ходить к нашему семейному доктору одна, потому что я нервничаю там, с ним, с ним, там такие нервы у меня. У меня и так, я сегодня с утра, когда я пришла в больницу, я же говорю, у меня как, как я хожу по врачам, вот, или визит к какому-то специалисту, или какие-то анализы у меня, постоянно давление поднимается. Вот я сегодня чувствовала, когда я зашла в кабинет к неврологу, начали разговаривать, а там было жарковато, честно говоря, хотя я сняла пальто, всё равно мне воздуха не хватало, и вот за этими разговорами, а я же всё объясняла, рассказывала, эти эмоции, у меня давление поднялось. Я сейчас дома отдохнула, чувствую, у меня само опустилось давление, полегчало, вот. А сегодня снова к этому доктору подскачет, ну блин, вот я эмоции. Я не знаю, как мне сдерживать эмоции, честно говоря, я не умею. Я пытаюсь, конечно, у меня получается, но, видать, не всегда, как говорится, и не во всех случаях. Ладненько, сегодня уже пойдём, уже никаких таких мероприятий больших не будет, сегодня пойдём только к семейному доктору за всеми этими рецептами, что мне дал эндокринолог, какие-то медикаменты, что мне дал невролог, новые медикаменты, в общем, кое-что надо и мужу будет взять, так что ничего уже интересного. Я с вами прощаюсь, мои дорогие, всего вам всего самого хорошего и самого главного крепкого здоровья. Увидимся, надеюсь, завтра. Чао-чао!